На Мехмате можно учить любую ветвь математической науки, математики и механики. Это совершенно универсальный факультет, в том смысле, что образование здесь абсолютно покрывает практически всю современную науку в этой области. Так что, придя на Мехмат, вы можете стать специалистом и в теории вероятности, и в анализе, и в геометрии, и в алгебре, и где угодно. Я люблю Мехмат за людей здесь, в первую очередь, потому что все максимально положительно, дружелюбно настроены к тебе. И хотят, чтобы ты понимал предмет. Мне очень нравится, что Мехмат, он разный, как и математика. Здесь можно найти то, что интересно именно тебе. Можно выбрать кафедру, и их здесь нескончаемое число. От геометрии до алгебры и программирования. Можно найти то, что нравится тебе. И это правильно, так и нужно, потому что математика, она разная. Она и красивая, и сложная, и выводит из себя, и радует, когда ты, наконец, решишь какую-то задачу. Так что, мне кажется, это по-настоящему удивительно. Здесь люди, у которых много энергии, которые хотят многого добиться, которые хотят идти, проламывать стены. Мне нравится здесь, мне нравится учить что-то новое, мне нравится открывать для себя что-то новое. Мне нравится понимать, что происходит, потому что, когда я пришла, только-только пришла на первый курс, я не понимала ни слова, вообще ничего. Но потом, когда ты уже примерно адаптируешься, ты понимаешь, что от тебя хотят, что ты должен сделать, и ты ищешь какие-то выходы, ты именно учишься учиться, находить какие-то выходы, искать больше информации, выделять для себя именно то, что тебе нужно. Пуассон говорил, что жизнь украшается двумя вещами – это занятием математикой и преподаванием ее. Вот и то, и другое – это просто прямая перспектива людей, которые заканчивают Мехмат. И Мехмат, в общем-то, для этого и работает. Работает именно на то, чтобы выпускать профессионалов в математике, профессиональных ученых, профессиональных преподавателей, в общем, математиков-профессионалов. В то же время, выпускники Мехмата, конечно, работают не только в этой области, они работают много где, они работают и в IT-компаниях, и в финансовой сфере, где угодно. Они очень востребованы. Весной это просто все стены увешаны предложениями от разных компаний. Они приглашают на работу выпускников нашего факультета. Я прежде всего желаю абитуриентам поступить на наш факультет и желаю абитуриентам успешно на нашем факультете учиться. На нашем факультете учиться непросто, но очень-очень интересно. Поэтому я даже отчасти немножко завидую тем абитуриентам, которые к нам поступят. Приглашаю вас к нам на Мехмат, приглашаю успешно сдавать вступительные испытания и дальше у нас учиться. Я пожелаю никогда не сдаваться и всегда идти до конца. Главное – это ваше желание. Если вы по-настоящему любите математику, то вам здесь точно понравится. Сначала вам нужно подать документы. В этом году подача документов осуществляется только в электронной форме через систему веб-анкета. Там вы заполняете основную информацию о себе, прикладываете сканы или фотографии необходимых документов и отправляете все это в приемную комиссию. Приемная комиссия проверяет. Если там чего-то не хватает или нужно исправить какие-то ошибки, то сообщает об этом вам. И после того, как вы все исправили и с документами все в порядке, вы получаете уведомление о том, что ваши документы приняты. Следующий шаг – нужно сдать вступительные экзамены. Если вы поступаете на специалитет, как большинство наших абитуриентов, и планируете учиться у нас 6 лет, то вам нужно иметь результаты ЕГЭ по математике, физике и русскому языку и сдать ДВИ, дополнительное вступительное испытание по математике. Что касается ЕГЭ. Во-первых, поскольку в этом году ЕГЭ проходит позже, то при подаче документов результаты ЕГЭ не нужны, их можно сообщить в приемную комиссию позже. Что такое ДВИ по математике? Это вступительный экзамен, который проводится Московским университетом самостоятельно. Его сдают абитуриенты, поступающие на МИХМАТ и на многие другие факультеты МГУ. Он проводится для всех факультетов по одному и тому же варианту. Экзамен письменный и в этом году будет осуществляться с использованием дистанционных технологий. То есть мы будем смотреть по видеосвязи, как вы пишете экзамен, а вы в конце экзамена будете отправлять нам свои решения в сканированном или сфотографированном виде. Нас часто спрашивают, сложно ли сдать ДВИ по математике. Я бы сказал так. Этот экзамен действительно сложнее, чем ЕГЭ по математике, потому что задачи там менее стандартные и из года в год отличаются сильнее. На сайте приемной комиссии вы можете найти варианты прошлых лет и составить представление о том, какого уровня эти задачи. Для их решения нужно достаточно уверенно владеть школьной программой по математике и быть готовым применять свои знания, в том числе в новых нестандартных ситуациях. С другой стороны, сейчас этот экзамен определенно легче, чем когда для абитуриентов МЕХМАТа был свой собственный вступительный экзамен. Если вам нравится математика или механика, и вы хотите заниматься ими серьезно, приходите на МЕХМАТ. Это отличное место для того, чтобы научиться чему-то новому, развиваться как специалисту и стать классным математиком и механиком, чтобы потом применять свои знания в той сфере, в которой вам захочется. Приходите на МЕХМАТ. Желаю вам успехов при поступлении. МЕХМАТ – это место для тех, кто хочет и готов учиться. Здесь замечательные люди, здесь крутые преподаватели. Здесь ты можешь как раз попасть в ту среду, которая тебя сподвигает к росту, развиваться личностно, что-то узнавать новое. МЕХМАТ – это лучшее место, если вы хотите стать математиком.